Дорогие друзья, всем привет! Спасибо большое, что зашли на мой канал. Подписывайтесь на Эллен Шоу Лайф. Много всего интересного будет. Мне очень важна обратная связь, поэтому буду рада вашим подпискам, комментариям, вопросам. Сегодня хотелось бы обсудить тему социальной помощи семьям. Родители, которые легально пребывают в Польше, работают, у кого есть карты по быту, часового или сталого по быту. Им, каждому родителю, независимо от количества детей, положена выплата социальная в размере 500 злотых на ребенка. И отправляете все свои документы в центр Свячинь называется. Отправляете, значит, ваше зазволение на работу, можно умову о праце, или, если у вас есть карты, отправляете эти все документы, платите внесок, 17 злотых, кажется, стоит, и отправляете. И в течение нескольких месяцев, как было у нас, у нас три месяца, не было никакого ответа. Мы оформляли через ЗУС, можно оформить в приложении своего банка, просто выбрать иконку, там, где мои платежи, и там обязательно есть, называется Родина 500+, ну, Родина, вот так. И мы ждали три месяца, не было никакого ответа. Они бывают, в первые несколько недель пишут и просят донести какие-то документы, или вот заменить что-то. У нас не было ни корреспонденции, не было никаких ответов. Мы уже думали, что все, так сказать. Какая у нас была ситуация? У нас нету карты еще, мы только подались на карту, и у нас, получается, карты нету. У нас ее никто не запросил, мы думали, в этом проблема. Но потом одна хорошая мама из Вроцлава подсказала, что можно пробовать, оформлять и так. Мы приложили единственное, что у мужа было приглашение на годовую визу, уже после полугодовой. У него было уже приглашение на Воевудское, и мы приложили его, просто отправили тоже. И три месяца вот не было никакого ответа. мы думаем, нужно было позвонить, но боялись о том, что запросят карту. И вот спустя три месяца нам одобрили, одобрили эту выплату, и выплатили за все предыдущие три месяца, потому что они платят с того момента, когда вы подали свои документы. Уточка там, да? И получается, за весь период, который было молчание, они нам выплатили, поэтому это лично наш опыт, что все равно пробуйте, даже если у вас нет карты, а у вас есть дети, все равно отправьте, авось повезет. Если было полезно, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь, и до встречи в новом видео. В следующих видео поговорим еще о добрый старт, называется это 300 злотых выплата, единоразовая. Можно начинать оформлять с июня месяца, подавать заявки. Это перед стартом нового учебного года одноразовая выплата на ребенка для подготовки к школе. И сейчас мы еще пробуем оформить туристический бон. Это также 500 бонов положено на каждого ребенка. В туристических целях государство поддерживает внутри страны туризм. Их можно использовать на протяжении всего года, то есть независимо ты на море или ты в горах. Вот есть курорт закопаны, называется это наподобие наших Карпат. Нет, это другая сторона Карпат. Их можно использовать на протяжении целого года в сети ресторанов, в сети отелей и детских парков аттракционов. Там, где в списке указано, что этот бон туристичный, можно их использовать, заменить их на злотые и рассчитаться. Я считаю, очень хорошая помощь при путешествиях. Поэтому оформим следующее видео будет про туристический бон и про добрый старт перед школой. Поэтому до встречи в новых видео! Субтитры создавал DimaTorzok